Музыка Здравствуйте дорогие мои подписчики, садоводы и огородники! Я приветствую вас у себя в гостях, с вами Елена. И сегодня я хочу познакомить вас с одним замечательным растением, комнатным цветком, которое называется эсхинантус. Эсхинантус это многолетнее растение, вечно зеленое, скажем так, растение, с овальными листьями, заостренными на кончиках. Вот обратите внимание, слегка вот они заостренные на кончиках. Вот такое вот красивое растение, я его обожаю, он очень обильно цветет, на концах свисающих стеблей, вот всегда распускается. Кстати, сейчас вот с весны цветочки. И благодаря этим цветкам, значит, эсхинантус получил свое название. Название, которое переводится с древнегреческого, это значит искаженный цветок. Вот, вот видите, вот такие вот, я сейчас поближе покажу, вот такие вот цветочки, они потом вот такие длинные делают и цветут. Их много-много на кучечке, видите, уже пошло весна, вот они прямо вот здесь вот у меня, видите, сколько их, очень много, быстро прямо распускается. Я вот края, вернее кончики прищипнула, и смотрите, какой хороший прирост. Это вот новый прирост. Вот отсюда черенковать можно, я вам сейчас все расскажу, как это делается. Вот, так что вот так, вот такой вот у меня красивый цветочек, который получил, переводится с древнегреческого, эсхинантус, это искаженный цветок. Вот, цветет он, конечно, с июня по октябрь. Вот, этот цветок содержит, обязательно, обязательно содержит в светлом месте, защищенном от прямых, ну, как бы солнечных лучей. Вот у меня в данном случае жалюзи, это очень хорошо. Вот, и содержит, значит, летом его 20-25 градусов, а зимой, как сейчас, вот у меня 18-19 градусов. В декабре, в январе, в период покоя, значит, формируются цветочные почки, именно вот эти вот почки, о которых я вам и говорила. Вот они сейчас уже, вот в декабре, в январе, а сейчас уже февраль, вот уже, видите, какие они, очень долго они формируют, и только, обратите внимание, только будет цвести в июне, начнется цвет сильный такой вот раскрываться. Вот, так что вот так. Дальше, что хочу вам сказать. На холоде и при избыточной влажности растение может, значит, сбрасывать вот эти вот листья. Видите, сбрасывают листья вот такие вот. Вот у меня здесь вот посбрасывал, потому что я тут открывала окно, проветривала зимой, и он очень чувствительным. Если для розмарина это хорошо, и для трагисканции шалфеи тут у меня, то для него не особо. И он у меня немножечко пострадал, но это ничего страшного. Вот, летом, значит, поливают его умеренно, после подсыхания верхнего слоя земли. Растение, конечно, очень чувствительно к тому, ну, к избытку, значит, кальция в почве, поэтому воду используется, используется вода мягкая. То есть вот я наливаю такие бутыли, и она у меня, значит, дома находится, и получается мягенькая. Как бы отлеживается, или как правильно сказать, не знаю. В период, значит, интенсивного роста можно опрыскать теплой водичкой. Я опрыскиваю из пульверизатора, особенно вот сейчас, когда вот интенсивный рост идет новых побегов и вот этих цветочных почек. Вот, с весны до осени регулярно, конечно, подкармливаем удобрением. Обязательно, я подкармливаю удобрением вот таким вот, любым агриколам, вот у меня для всех комнатных растений. Вот, любое удобрение, в принципе, не только, можно таким вот, который я вам показала, не обязательно это делать. Так, что же вам еще про него рассказать? Про опрыскивание, да, уже рассказала. Значит, а, пересаживать как? Весной, значит, будем проводить перевалочку, так сказать, в горшок большего диаметра. Ну, обязательно нужно внимательно к этому отнестись. На 1-2 сантиметра больше, потому что у вас будет развиваться интенсивная корневая система, а, значит, верх пострадает, тем более, что он, видите, уже цветет. Вот. В почву нужно, это, кстати, относится ко всем цветам. В почву нужно добавлять, значит, можно свагбу, древесный уголь можно, керамзит вот так вот, как вот у меня, например, вот здесь. Вот. Очень хорошо, как бы, хороший дренаж, любит он, не любит застой воды. Так, размножается верхушечками, черенками, верхушечными черенками, вот этими вот, вот, о которых я вам говорила. Вот. Желательно взять с 5-6, значит, между узлями, длиной, ну, так скажем, ну, около 10 сантиметров, вот, не меньше. Значит, это нужно делать весной или в начале лета. Вот. Вот сейчас вот, видите, они как у меня разрастутся очень сильно в начале лета, когда они будут, я вот, вот это вот обрежу, почеренкую, и как раз начнется цвет, пышный цвет. То есть, это очень хорошо. Хорошо. Значит, черенки укореняются как? Хочу сказать вам, что это очень легко. Смесь, значит, делается из песка и торфа, один к одному. Укореняются они при температуре 22-25 градусов, вот так. Горшок с черенками закрывают пакетами, и вот так вот он и стоит. Ну, все, наверное, знают, как укоренять все цветы, в принципе. Укореняются они в течение, значит, 1-2 недель. У меня очень часто было, что 5 дней, и я уже видела, потому что я вот таких вот горшочков, такие маленькие стаканчики, вот именно вот эти маленькие подходят. Больше не надо. И дело в том, что они прозрачные, и вы увидите вот здесь вот, когда будут появляться корешочки. Это здорово. Вот, смотрите, вот я здесь омолаживала, вот здесь вот один куст и себе вот сделала. Вот. И вот нарезала, пока он у меня в водичке, я буду, значит, вечерком укоренять. Вот такие вот висички. Просто один такой голенький был, я обрезала, и как раз верхушечка у меня большая. Именно вот этими, вот, вот. Показываю вам, смотрите. Вот он, видите, видно, что он молодой. Вот это, вот здесь прирой, вот тут вот прирост был, потому что вот здесь вот на конце был вот такой вот цвет. Вот он у меня отцвел, я вот эти цветы отцвеши отрезала, и пошел прирост. Видите, какой? Вот отсюда вот, если вот посмотреть, вот такой вот большой, вот он у меня за декабрь и январь сделал. И вот здесь вот тоже. Вот так вот. И вот теперь вот один я обрезала, вот буду укоренять. Очень хорошо в таких вот стаканчикам, обратите внимание, очень хорошо. Вы будете видеть, когда у вас будет развиваться корневая система. Вот я говорю, неделя прошла, и у меня уже вот здесь вот были. Ну, одно-две недели, вот так вот. Обязательно в корневинчик обмакивайте, как все это будете делать. Так. Что же вам еще рассказать, значит? В принципе, уже как бы все рассказала. Полив, я сказала, умеренный. Вот. Обязательно нужен наверху дренаж. Видите, у меня здесь тоже такая шелуха кедровая. Вот. И внутри дренаж. Можно агроперлит, вермакулит тоже. Вот, видите, как у меня здесь тоже очень хорошо. Затем вот у меня, видите, я никогда не выбрасываю. Мы кушаем, значит, орешки и фисташки. И, видите, вот эти вот тоже я сюда, я их аккуратно промыла, чтобы они не были солью. И все. И вот, видите, тоже дренаж. Ничего никогда не выбрасываю. Ничего. Вот так вот я, кто-то меня просил. Вот у меня на батарее стоит, вот так вот, я немножко показала уже, просто в такой коробочке. Можно в любой. Я сушу, значит, спитый чай, чтобы вы видели. Кофе, спитый чай. Вот так. Что я делаю дальше? Вот тут у меня тоже стоят. Здесь вот у меня шкарлупа от яиц. Я ничего не выбрасываю, мои хорошие. Вот здесь у меня такая дозочка стоит. Тут все тепло. Не шпарит, не греет сильно, не горит. И тут вот у меня все стоит. Вот, видите, какая прелесть. Ну, можно в любую коробочку, можно в пластиковую. Вот. И тут вот все сушится. Потому что кто-то меня спрашивал, и я уж, ну, как бы хочу сказать. И обратите внимание, кто-то мне спрашивал про жалюзи. Какие лучше? Девочки, я даже не знаю. И сколько стоит, даже спрашивали меня. Я уже, конечно, отписалась, но, может, еще кому-то интересно. Это обычные жалюзи. Просто обычные пластикой вот такие вот жалюзи. В любой магазин придете, они висят, вы увидите. Ну, а стоит здесь, наверное, лет пять назад или четыре вот их ставили. В принципе, я не знаю, какая сейчас цена. Вот. Жалюзи – это здорово. Они должны быть на всех окнах. Потому что они очень хорошо от солнца спасают. Особенно вот если у вас есть цветочки. Да и не только цветочки. Самим вам здорово будет прикрыть летом, чтобы солнышко не шпарило. Ну, что же, мои хорошие, мне было очень приятно познакомить вас с таким очень красивым, хорошим цветочком. Цветет он обалденно красивые. Вот такие вот стручки с такими открытыми длинными колокольчиками. Буквально на всех побегах. Везде-везде будут. Вот обратите внимание, вот где они. Видите, вот смотрите. Вот здесь вот. Вот так вот. И он настолько весь покроется, он не больше, бывает даже метр он. А так-то он 60 сантиметров. В принципе, это вырастает. Свисающий такой. Желательно, конечно, в подвесное. Вот я хочу в будущем подвесить вот здесь вот, и чтобы он висел. То есть, чтобы он свисал. Потому что это вьющееся растение. Ну что же, я была, опять же, напоминаю, рада познакомить вас с таким замечательным растением комнатным, с таким цветком, с таким, знаете, прям, я не знаю, названием таким интересным звучит. Эсхинантус, это многолетнее. Повторяю, вечно зеленое растение с обвальными листьями, в конце заостренными. И на кончиках свисающих стеблей распускается по несколько цветочков, замечательных красных цветочков. Есть розовые. А вот такая красота. Вот и благодаря вот этим названиям, вот этим, вернее, цветочкам и получился, получилось из древнегреческого, как бы переводится, искаженный цветок. Ну что же, в принципе, все рассказала. Полив, значит, хранение при какой температуре, влага, пересадка. Не забывайте, на 1-2 см больше горшок. Это касается многих цветов, практически всех. Потому что, опять же говорю, они начинают интенсивно жируют, видят много земельки и начинают корни жиреть. А верх у вас пострадает, тем более ни в коем случае нельзя. Видите, у нас и цветочки закладывают, и все такое, и листочки. Да вообще, любое, значит, растение требует обязательно повнимательней, когда будете пересаживать. Ну что же, мне писали, что расскажите, пожалуйста, про комнатные растения. Я вот взялась, конечно, какие у меня вот будет. У меня вот очень много есть каланхои, очень много их есть. Я вам о них расскажу разного цвета. Вот, в дальнейшем я вам расскажу. Вот у меня есть трагисканция, продесканцию. В общем, что у меня здесь есть, я вам буду рассказывать. Планирую, конечно, я познакомилась еще с 10 видами цветочков. Я изучила их. Я такой человек, что я не заведу ничего, никакой не куплю цветок, пока я о нем не узнаю. Поэтому вот, в принципе, вот уже начинаю их покупать и буду вас знакомить с ними. Ну что же, пока. Напоминаю вам, что вы были в гостях у Елены. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Жду от вас, мои дорогие, комментарии. Обязательно расскажу на все ответы. Вдруг что-то вам непонятно, я вам обязательно все напишу. Пока. Подписывайтесь на мой канал.